всем добрый день я ваня кушать разогреваем все будет кушать так сейчас я вам дам сейчас разогрею пусть поедят варить только буду вечером потому что все есть покушать поэтому не вижу смысла сейчас днем варить ладно пойду ребятку кушать что планирую приготовить на ужин капуста и значит можно сварить борщ мясо я достала уже а также есть котлетки куриные палочки которые я вчера купила можно сделать второе чтобы завтра с утром не это супчик молочный сварить ладно как-то так ваня кушает что хлеб не доели нифига положили я сейчас приберусь на кухне дальше заниматься делами на расческе приготовила хочу помыть их потому что что-то нынче перед выходными забыла их помыть всегда в пятницу мою а тут что забыл ребята не поспать уснула уже в три и встала пол седьмого и все так вот что-то этот целый день такое состояние код меня давление упало показывает 90 на 60 и состояние какую-то это найти не очень хорошее лучше что лук зеленый кто-то достал они съел да 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 у меня но не многие так несколько человек спрашивает насти как же у тебя холодец покажи нам его я покажу на примере одной тарелки которые уже кушать начали вот такой вот ребята опять у меня густой получился холодец все-таки надо еще больше жижи добавлять у меня потому что очень густой получился но очень вкусно вот первую порцию мы уже едим первый контейнер и вот как бы всем нравится все довольны всем кто кушает всем приятного аппетита ваня скажи привет привет ваня сидит а там как думаете кто спрятался давайте гадайте кто-то спрятался там оксана спряталась как всегда спать ложится у нас на улице хорошо чудесно давание морозик минус 13 градусов утром было да что ты говоришь оксана скажи привет всем привет как всегда со школы пришла и под одеяло легла хотя дома тепло а просто школа так греется да Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 И многие Интересовались стулом Который Ване присылали Но вы видели на видео, что Ваня с ним не расстается Ваня постоянно с этим стулом Он на него всегда садится Он даже на него не дает никому сидеть Он такой, знаете, единолюб Мое И никому не дает Также, Настя, когда мы будем стряпать пельмени Ребята, пельмени я буду стряпать на Новый год Хочу постряпать пельмени Сейчас вот денежку получу Куплю побольше мяса свиного Также курицу еще куплю И хочу перекрутить все вместе Курица со свининой И еще сделать также мясо капустные Пельмешки Ну, разных, короче, налепить Поэтому будем с вами лепить К Новому году пельмени Я шинкул капусту, если что Вдруг кто-то не увидел Что у меня с ремонтом Чуть позже покажу, что у меня с ремонтом Это такая интрига для вас Позже покажу, что у меня продолжение Какие с ремонтом будут Просто Небольшие, правда, но они и есть Как время появляется, я что-то потихоньку делаю Так что вот как-то так Ладно А, да, вопрос был Настя, где вы планируете праздновать Новый год Новый год я всегда праздную Дома, в кругу своей семьи У меня семья не маленькая, как вы заметили И мне не надо никого Я сижу дома И никуда не хожу в основном Планируем ли мы какие-то поездки На праздничные дни Не знаю, ребят Пока еще ничего не знаю Многие спрашивают Как там у Ильюши Как у Ильюши дела У Ильюши дистанционку сделали До 31 декабря Короче говоря, он на дистанционке А работает ли он Ему, ребята, работать нельзя Если он будет работать И у него снимут пенсию А сейчас везде оформляют Только официально А так как он учится Ему работать официально Не разрешается Но я ему помогаю Так что не переживайте Ильюша у нас все нормально Он на Новый год приедет домой Так что увидите его в Новый год Все у него там хорошо Он не болеет Все нормально Крыски его на этом же живы-здоровы На Новый год домой привезет их Сюда привезет на Новый год Наши солнышки Сейчас на шинку А кочерюшку отдам морской свинке У нас морская свинка обожает Просто капусту Ладно, дорогие друзья Да, если кто не знает То на канале Жизнь с домашними животными Вышло новое видео Кто просил улиток показать Пройдите на канал Жизнь с домашними животными Оно на главной странице Там есть у нас ссылочки на канал Поэтому проходите и смотрите Так, все, нарезала капусту Свеклу с морковкой натерла Суп Тьфу, суп Картошку начистила Приду, буду варить борщ Ладно Пускай стоит пока Зато быстро потом приготовим кушать Я пришла за Мариной Маришенко одевается Носочки одевай бегом Чтоб на автобус успеть Хотела показать их не на рисунке Смотрите, какая красота Какие детки молодцы А тут они человечков делали Вот Мариночкин человечек в шляпке Видите, какие детки умницы Давай, давай, одевайся Быстрее на автобус опаздываем А тут родители снеговиков делают Мне надо тоже сделать Я еще не доделала снеговика Да Хорошо, давай бегом на автобус А то опаздываем Марина костюмчик одевает Да, Марина? Угу Хотела снегогат взять А что-то не стала брать Бегом-бегом Чтобы пораньше начать кушать Давай кофту одевай быстрее Вот так вот Потом штаны Давай сначала кофту одевай А потом уже штаны будешь одевать Ладно, одеваемся и идем домой Поставила воду на суп И делаю зажарку сразу же Готовим кушать Нарезала картошку Тут у меня нарезанная капуста Ваня уже тут ее немного поел Но ничего страшного А это у меня хлеб в тосте сделан Я хочу его еще это На сухарики наломать На мелкие Дети любят суп с сухариками Ладно, готовим дальше кушать У нас уже вечер Как вы знаете Я вчера завершила Вот эту вот вышивку Так, а куда я ее убрала? Она, наверное, там в наборе лежит Ой, не эту вышивку, извиняюсь Вот эту вот вышивку я вчера завершила Сейчас я вам ее подробно покажу А сегодня я завершила вот эту вышивку Сейчас я вам тоже ее подробно покажу Вот эта работа, про которую я вам говорила Что я вчера ее завершила Этот остатки набора я отдам одной хорошей знакомой Она тоже мама И она тоже любит отдыхать с вышивкой Поэтому я ей передам остаточки вместе со схемкой А вот моя завершенная работа Осталось ее постирать и оформить Напишите, пожалуйста, какую рамочку Вот я хочу золотую рамочку купить А мне подруга советует, что купи, говорит, обычную И купи баллончик для краски Золотой И просто покрась И надолго, говорит, хватит баллончика тебе Вот и я не знаю Напишите, как думаете, как мне ее оформить Скоро будем с вами заниматься оформлением Также, которую я вышивала схемку тоже Джойс Санды Вот такое вот кофейное И я сегодня доделала остатки бэкстич Вот посмотрите, какая красота у меня получилась Теперь уже и кружечка хорошо видна И все остальное тоже хорошо видно Тоже осталось только постирать и оформить Вот такие вот две готовые работы у меня получились Одна и вторая Напишите, как вам? Это тоже я хочу передать туда же с остаточками Сейчас напишу и спрошу, надо или нет Если надо, я ей обязательно отдам Пусть на здоровье вышивает Вот такие вот, ребята, у меня две готовые работы Я очень рада Знаете, вот никогда я так не хотела сильно вышивать Молитву какую-то, как вот эту Я ее когда увидела, я сразу ее заказала Потому что я до этого сколько у меня молитв было Но вот не тянуло меня их вышивать А эту вот я прям захотела Она у меня вышилась очень легко Очень быстро, прям такое Я почувствовала кайф По-другому я не могу назвать Но мне очень понравилось ее вышивать Я надеюсь, что этому человечку, который мой, я отдам остаточки Ну попробую еще ниточки подобрать Потому что у меня ниточек много Чтобы ей побольше хотела вышивать И надеюсь, что ей тоже понравится Ну я вообще в восторге На днях будем стирать Я заказала Как же он называется Для оформления Потому что в рамочках, там же только задняя стенка А пивной картон, во А его нет, он такой толстенький И на него удобно оформлять, натягивать вышивки А у меня он закончился Весь все, что у меня было, закончился А вот на таких картоночках тоненьких Оно прогибает, видите А мне надо плотный пивной картон Может быть, долго, наверное, придется ждать Когда мне он придет, я не знаю Если кто знает, где можно быстрее купить Может кто-то из нашего города знает Где продается у нас в городе пивной картон Буду очень благодарна вам Чтобы оформить эти вышивки Ладно, вот такой вот у нас вечер Суп у меня уже сварился Сейчас чуть позже покажу Оксана выспалась? Стих будем учить? Ладно, будем с Оксаной учить стих Ну вы оставайтесь с нами Подписывайтесь на наш канал Ну и всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok